Девочки, всем привет! Меня зовут Вика, и вы на канале Вика Аверклстич. Сегодня мы переехали в надрыжный бумагин. За окном есть машина, поэтому я извиняюсь. Самое лучшее, где можно снять, это балкон. Надеюсь, меня все-таки слышно. Сегодня у нас 24 августа, понедельник, и я начну свои, скажем так, рукодельные пашевальные недели или будни, не знаю. Теперь я не буду делить на полмесяца и так далее, как душа ляжет, так и буду вам показывать сегодня. Теперь не будет строго вам выхода видео. Вот так. Со вступлением мы закончили. С продвижением. Я после Байкала, после Алтая вышивала Рейни Пэрис от Мережки, наш Левый Париж. Он кроха, правда маленький. И что у меня на данный момент получается? Вот это вот по башне, вот где у меня как раз таки выше что видно линию, это 25 процентов работы и 1 четвертая работа. Эта кроха всего 21 на 30, поэтому имеет место быть, что работа скоро закончится. Ну как скоро, с моими процессами, не знаю как скоро, но я не переживаю, я нормально к этому отношусь. Нормально к этому я отношусь, так что все хорошо. Чем больше процессов, тем интереснее, я считаю. Еще раз извиняюсь за шум машин, я не могу прерываться каждые 5 секунд, поэтому извините пожалуйста. Что мне больше всего здесь понравилось, так это фонарики. Очень классно передан свет, как будто реально горят фонари, когда я вышивала. Думаю блин, как же они передадут этот свет. Всего лишь несколько штришочков, реально как будто горит свет. Очень понравилось, что тут у фонарика, как это называется, скованого железа. Все классно. Также понравились вырисовывать домики, крыши, занавески. Даже так преображалась с помощью бэка. Вот это уже большая зеленушка. Это уже у меня ярко будет. Тут видно. Начнется. Смотрится конечно обалденно такое сочетание. Я почти дошила Эйфелеву башню. Решила остановиться, у меня здесь вышло за этот интервал 2500. Я решила остановиться, потому что башню очень тяжело сшивать. Здесь смешанные цвета, бленды. Всего используются доли 15, доли 14. Вот этих вот разных цветов, блендов и полукрельсиков. Сейчас к вам придет кошечка. Джессика придет к вам, понюхает все и уйдет. Да. Еще тут будет конечно же бэк. Будет вообще очень круто, но я решила положить, дабы не мучить себя, потому что это реально было очень тяжело. И вышивать что-то новенькое. Сейчас мы уберем. Вот это все откладывается в ящик теперь. Насколько долгий, не могу сказать. Теперь вот эта работа. Я взяла снова новогоднее гуляние, чем удивила всех девочек с позитивных крестиков. Да, я соскучилась, как сказала Наташа, по этой вышивке. Но я все равно крутая, как бы я ее не ругала, как бы сложно не было ее сшивать. Так, уберем. У меня половина. Вот, на данный момент у меня выглядит вот так вот. У меня есть не из-за голоса. На данный момент у меня выглядит вот так работа. Магнитик от холода дома. Что я планирую делать? Я планирую начать зашивать небо. Небо зашивается полукрустом. Я не знаю, хватит мне на все небо или нет, но я постараюсь. Я сомневаюсь, что хватит на все, но, по крайней мере, мы будем пробовать и не стоять на месте. Тут в чем сложность, что канва восемнадцатого каунта Аида. В труде Аида. И тяжеловато. Особенно, что есть сложение. Тем более, что есть сложение в три нити, в четыре нити, или в три нити, я уже не помню. И из-за этого будет тяжеловато. Вот. Вот так. Сюжет классный, красивый. Еще раз вам его покажу. Вот. Еще у меня сегодня пришли две посылки. Буду забирать. И я вам покажу, как заберу, что у меня пришло. Все, до следующего включения. Девочки, продолжаем нашу рукодельную, нерукодельную, вышивальную, невышивальную неделю. И сегодня у нас двадцать пятое августа. Я не с продвижением по процессам, а с покупками. Сегодня я хотела на почту. Мне пришло много посылок. Ну, как много? Три. Вот. И я хочу с вами поделиться моим счастьем, скажем так. Первое, с чего я хочу начать, это... Шуршу. Это с чудесной иглы от... Это, точнее, хлопок и черник от чудесной иглы. Девочки мои знают, как я его хотела. Даже хотела взять у кого-то остатки и просто тошить, потому что они используют нитки гамма, и я могла бы добавить. У меня был перенабор, но там были новые цвета, которые... DMC, новые цвета в перенаборе. И поэтому мне было, в общем, сложно. И тут на Азоне, чисто случайно, я зашла так что-то посмотреть время от времени. Иногда захожу и нашла этот набор за четыреста тридцати рублей. Там такая, смотрю, там можно использовать эти... Бонусы от Сбербанка. У меня было там почти триста бонусов. И, в общем, этот наборчик... Этот наборчик мне обошелся в 190 рублей. Вот, да. 190 рублей. В общем, я рада, счастлива. Вот, теперь думаю, на какой основе шить. Я думаю, раскрывать, наверное, смысла нет. Да, вы все знаете этот наборчик, но я раскрою чуть для себя посмотреть. Мне, самое интересное, никогда не было наборов под чудесные углы. Так, первый раз в жизни могу сказать, что я не буду жить на этой основе. Я заменю. Это первый раз, когда я так это говорю. Так, иголку сразу приватизирую. Иголочку. Это первый раз, когда я так скажу. Точно этому набору такая основа не подходит. Но девочки все знают. А какую основу я захочу взять, это мы потом с вами посмотрим. Я с вами также посоветуюсь, как обычно. Так, хорошая схема. Так, сейчас на себя не знаю, вставлю и вставлю ей это видео. Вот она такая маленькая. Она маленькая. У меня на фоне кошка мурлычет, так что, если что, она у меня спать. Спать неких хочет. Вот схема даже малюсенькая. Прикольно. И я в шоке от того, что сам хлопок, сам хлопок, он идет без бэка. Прикольно. Неожиданно. Ладно, складываем на место. Я говорю, это первый этот момент, прямо нужно записать где-то. Вика будет менять основу в наборе. У Вики сейчас много основ, поэтому она будет сейчас начинать разбрасываться и чувствую. Иду по стопам Ксюши. Ксюша, тебе привет. Ты поймешь, узнаешь, что это про тебя. Так что, плохой пример заразил. Далее. Мне дали такой журналчик от Чудесной Иглы. И вы знаете, я так начала смотреть и поняла, что у них очень много сюжетов прикольных. Сейчас это по листу. Да, но вы нас и видели, они вообще любят Бать Чудесной Иглы. Ну, как бы на тепло, не холодно, а что так изучила. Такие у них сюжеты в то же время простые, а в то же время крутые. Вот этот вот у нас тост с яичницей и начинала Наташа. Не знаю, что у меня там получилось. Вот про эти фонарики очень много блогеров говорила. Но мне как-то не особо зашли. Мне очень понравился вот этот сюжет. Маки и ромашки. Прикольный такой, на какой-нибудь основе. Классные вышли, вообще супер. Потом мне понравился шиповник очень. Где он там? Шиповник понравился. Ну, эти сюжеты я знаю. Эти тоже все знаю. Вот. Здесь мне, честно говоря, так понравился хлопок и черника. То есть девочкам еще понравился какой-то сюжет. Вроде маки и часики. Маки и часики, но мне как-то не особо. И вот. Больше вроде мне ничего не понравилось. Вот такие у них картины, кстати, огромные, большие. Я тоже прям в шоке была, смотрела так. Думаю, ничего себе. Вот. Это я видела. Вот этот самый популярный у них, наверное. Семейный. Это невестушка. А, нет. Я, кстати, вышивала чудесную метрику. Я забыла. Совершенно при мне. Вот Александра я вот такого вышивала. Тоже, кстати, Александр мальчик был. Так. И такая девочка у меня была, но я ее кому-то отдала. Давайте все. Теперь. С Алиэкспресс мне пришли иголочки. Иголочки. Тут 200... Нет. Тут 100 штук. И первый раз мне пришло вот в таком вот органайзере. Чехольчики. Мне это безумно нравится. Теперь будем охранять иголки. Вообще у меня теперь есть иголки. А то очень часто так бывало, что я просто из старых процессов, которые у меня лежат, допустим, убраны. Ну, я их вышиваю в процессе, но до данного момента не в работе. И я оттуда доставала иголки. То есть, чтобы мне хватило на другие. А сейчас, я думаю, не будет с этим проблем. Так. И барабанная дробь. Спасибо Марине. Из сын . Хомяка. Я приобрела три основы, о которых мечтала. То есть, не купила наборчики, а именно вот основы, которые мне нравятся. Это Бритни Лугана, 27-го каунта кофе с молоком. Он у меня был в вишлисте, хотюшечках. Я очень его хотела. Цвет мне очень нравится. Также мне понравился Марина, что она упаковывает каждую основу в отдельный пакетик. Это не может не радовать вообще никак. Вот. Потом мне очень понравился этот лавандовый цвет от Луганы тоже. Но уже тридцать... О, это Мурана Лугана, 32-й каунт. Вот. Очень красивый цвет. И я очень давно хотела попробовать Лен Ти Фри. Я увидела его у девочки, у Алены. Такая режемка. Я фамилию не помню, если честно. Давай как-то... Ну, не буду врать, не скажу. И я увидела у нее, что она вышивает на основе. Я подумала, что это Ева. Такая неравномерная игра. Что это? Написала Ева. Что это за основа? Она говорит, это Лен Ти Фри. Я такая, что за Лен Ти Фри? И решила все-таки мне попробовать. Мне так понравилось. Такая текстура у него классная. Она, конечно, кусалась, но надо попробовать. Поэтому один раз я взяла. Вот. Такие у меня посылочки были. С Олежечки у меня есть еще одна посылка. И, возможно, будет еще одна по тканям. Но это, наверное, будет последняя. Вот. Так что до следующих включений. Девочки, сейчас будет такое включение на руках. Потому что другой возможности снять у меня нету. А поговорить хочется и рассказать вам. Так, значит, сегодня у нас уже пятница. Конец трудовой недели. У меня было жутко много работы. Мы переехали полностью. То есть устали мы ужасно. На фоне вы видите... Так, во-первых, на фоне гремит гроза. Жуткая грозая молния. Вообще, пипец, я еле добежала до дома. Но не об этом сейчас. На фоне вы видите новогодние гуляния от Паны. И я начала в шоу вторую часть. Как тяжело мне дается полукрест. Он бесконечный. Особенно вот... Сейчас возьмем... Мой маркер. Где мой маркер? Секундочку. Точнее, мой любимый белый карандашик сейчас возьму. Вот этот вот цвет. Он Васильковый называется. Тридцать второй. Его бесконечно много. И вы представляете, здесь полукрест, как он зима. В четыре, три, пять нитей. На восемнадцатый айди, прошу заметить. На восемнадцатый. Вот. У меня немножко съехала натяжка, потому что я здесь больше натянула, чем здесь у меня так уехала. Вот. Потихоньку вышиваю. Полукрестики стараюсь вроде ровненько делать. Вот немножко покосила, но потом это все исправится, конечно. У меня камушка грязная. Ладно. Магнитик от Хома дома. В общем, вот эту часть я вышиваю четыре дня. Я, честно говоря, задолбалась. Вышло всего 900 крестиков или 1800 полукрестиков. Там чуть-чуть больше, но суть дела не меняет. Вот. Такая красота у меня. Сейчас покажу вам ниточки заодно. В таком они безобразном состоянии. Ой, уже набор два года вышиваю. Кошмар какой-то, если честно. Вот. Синего осталось много, конечно. А вот некоторых цветов вообще категорически мало. Я, конечно, надеюсь, что это просто те цвета, которые мало используются. Но, блин. И еще очень, как я поняла, сейчас только заметила, что очень маленький размер нарезки. Там, мне кажется, сантиметров семьдесят всего. Вот. Вот. Покажу вам вблизи. Еще раз. Мою красоту. Вот. Вот. На эти. Рузелочки. В последнее время стал их обожать крутить. Вот. Ну, все. До следующего включения. Девочки, привет. Еще раз. Сейчас. Сегодня у нас суббота. Двадцать девятое августа. Уже лето у нас к концу. Подходит к своему эпическому завершению. Ну да ладно. Все эти дни я занималась одним процессом. И это новогоднее гуляние паны. Получилось вышить у меня вот столько неба. Это все зашивается полукрестом. В три-четыре сложения нити. Прям как у Dimensions. На восемнадцатый конвей. Это очень эпично, конечно. Ну ладно. Не будем о грустном. Ну вот. И вот здесь вот уже началось здание. Я вот сегодня буквально сделала. Первый раз за столько времени я сделала полноценные крестики. А не бесконечный полукрест. Видно немножко, что уехала, скажем так, уехал стык. Но это все из-за натяжки, потому что я очень перетянула этот край. Для того, чтобы у меня вот здесь была хорошая натяжка. Она вот сейчас не очень хорошая. Ну ладно. Вот. И на сегодняшний день я где-то вышел около тысячи, ну получается, крестиков. Или две тысячи полукрестиков. Вот около того. Я спутала два цвета. Это тридцать два светло-васильковый. И тридцать три. Они очень похожи. Я их, в общем, спутала вот здесь вот. Тут нужно, получается, зашить тридцать вторым, получается, в четыре сложения. А я зашила, так надо было четыре, я зашила в три сложения вот этим цветом. Но, я думаю, сильно незаметно, поэтому я не огорчаюсь. Сначала я огорчалась, конечно. Но потом, когда полностью работа получалась уже, вот именно тот зашитый участок. А, ну да ладно. И, в общем, оставила так, как есть. Не стала перешивать. Не знаю, сегодня сяду или нет. Я очень устала. И поэтому не знаю. Вот. Остановимся вот на этом в результате. Завтра ещё есть у нас воскресенье, поэтому прорвёмся. Еще я занималась вечер субботы. Это перематывание остатков моих ниток Роял. Вот. Вот такие бабинки получились. Вот сегодня их перематывала весь вечер. Такие вот ровненькие бабинки у меня получились. Очень нравятся. Ниточки, кстати, очень классные. У меня нитки остались, которые несколько цветов. Я потом буду подбирать по карте. Смотрите, какой цвет верный. У вас столько моточков. Мне осталось перемотать. Вот. Всего столько бобинок. Но у меня будут бобинки освобождаться. Так что я не переживаю. Вот это в общем-то 22 штучки. Это на какую-то большую. На вот эту вот осталось. А два других. Две других кулечка. И вот это мне не поместится. Ну да ладно. Вот. Субботний вечер подошел к концу. Ждем следующего включения. Девочки, сегодня у нас 30 августа. Уже лето вообще подходит к концу, как и не бывало, как говорится. Сегодня у нас воскресенье. Я вам показываю итоги, скажем так, этой последней летней недели. Здесь вы видите новогоднее гуляние от Паны. Я отшила вот эту вот часть. Пошла на вторую половину, на вторую часть дизайна. Вот это вот очень смотреть так тяжело. Потому что ровная половина была, когда я заканчивала. Вот. То есть тоже ровная была черта. И сейчас я вижу немножко расхождение. Вот стыки. Это все из-за того, что натяжка неправильная. Была на кус на пах. Из-за того, что мне надо было вот эту часть ровнее натянуть. Течение ровнее, чтобы была барабаном. Я ее перетягивала и утянула. По цветам здесь тоже немножко расхождение. Но я надеюсь, что сейчас со временем все это выпрямится. Потому что вот по зданию я уже вижу, что все ровненько пошло. Остался бэк. Еще один минус. У меня вот здесь провис бэк. Здесь я вижу, что он провис. Но я не стала его трогать. Потому что я боюсь, что в следующий раз он еще раз провиснет. Поэтому я лучше потом в конце все поищу, все позакрепляю. И я думаю, что так будет лучше. Вот. Небо шло в 4-3 сложения. Прям как Тимовские сюжеты. Напоминаю на 18-й конве. На грязь не смотрите. Этой конве уже 2 года будет скоро. Как она у нее в процессе. Здание шло очень легко. Просто мне нравилось. Безумно как оно шло. Я вообще, видимо, строитель по натуре. Мне нравится строить, устраивать здание. Напомню, что сейчас уже пол 11-го. Я только снимаю видео. Но вот тут у меня хороший свет. Поэтому я надеюсь, что все хорошо видно. Вы видели, как я эту лампу устанавливала? Это вообще было смешно в мой взгляд. Ну ладно. Самый главный результат. Сегодня я отшила 600 крестиков. А это значит, что вот эта вся часть. Вру. 2200 крестиков. Я решила вышивать по 2000. И нормально. То есть я не устаю. Я убираю. С каким-то таким хотением еще продолжить. Но нет. Я беру новый сюжет. И тем самым не теряется вдохновение. Не пропадает жажда. Вот. Сюжета, который я сейчас вышиваю. Так. С этим все. Мы его откладываем. Насколько не знаю. Но по статистике у меня получается на 3 месяца я его откладываю. Представляете? Я вообще в шоке, если честно. Ну ладно. Надо сейчас сделать красивый фотограф в инстаграм. Наконец-таки. А сейчас я продолжу. Ой, не видно. Я продолжу трио тюльпанов от Dimensions. Опять не видно. Опять не видно. Вот так вот. Да. Когда я думала. Вот сейчас весьма этот сюжет. Я думаю. Ну, наверное, в этот присест я закончу. То есть девчонка в чате написала, что все-все я, наверное, буду заканчивать. Но что-то я посмотрела на фотографию сделанную. Сколько там? Недель назад. И поняла, что скорее всего я сейчас не закончу. Хоть тут и полукрест остался. Вот тут вот так вот пиончик продолжается. Так вот пиончик. Сейчас знаю полукрест. Это очень много. Я подумала, что обраничиваемся двумя-тремя тысячами, как обычно. Чтобы не потерять жажду потом к этому сюжету, процессу. Не закончу. Мне страшно. Как бы я не переживаю. Я люблю процессы. Мне как бы от этого ни тепло, ни холодно, что он закончится. Наоборот, мне кажется, будет грусть. Ну и грусть от того, что я не возьму теперь новый сюжет. Да. Ниточки. Все у меня сохранилось. Не знаю, правда, хватит некоторых цветов или нет. Столько вот ниточек у меня. Я думаю, должно хватить. Ну, все об этом сюжете. Я начну завтрашнего дня вышивать и посмотрим. Кстати, еще тут одна новость. Такая моя личная. Меня попросили вышить сюжет от Dimensions в подарок. Я согласилась. Вот. Поэтому, возможно, скоро у меня изменится ротация. Но это не точно. И еще, чем я хотела бы с вами поделиться. Я первый раз в жизни взяла набор от Жароптицы. Ну или МП Студия. Чем он мне понравился? Это Таллин. У меня давно была мечта вышить те города, в которых я побывала. Или хочу побывать. И вот этот вот сюжет мне очень понравился. Честно скажу, я его уже вскрывала. А то Наташа наша скажет, что вот, Вик, ты обманываешь. Что ты такая удивленная. Я вот только открыла, только открыла. На самом деле ты уже его открывала. Так вот, Наташа, лично для тебя я его уже открывала. Да. Потому что мне не терпелось посмотреть новый наборчик. Ну и что вам сказать. Я крайне недовольна. Ну, я купила, честно говоря, его на Wildberries за 289 рублей. За такую цену можно купить и схему. Правильно? И все скажут, Вик, ну ладно тебе что-то. Ну да, действительно. Вскрываем. Не скрываем, точнее, не воно вскрываем. Вот. Та-дам. Ну и что, там творится, поэтому мне немножко тяжеловато. Открываем. Так. Как я закрою, это нельзя. Это у нас инструкция. Ну, она стандартная, там, общение на 8 языках, что ли, но я, честно говоря, удивилась. Давайте я покажу вот так вот, чтобы не показывать всю схему. Схема вырви глаз. Я человек, который всеядный, я вышиваю все схемы бумажные, мне нормально. Даже это для меня сложно. Эти оттенки серого, вот это вообще жуть. Я не знаю, не представляю, как я это буду вышивать. Может быть, я тоже дождусь перенабором, если честно. Вот. Что могу сказать? Так, сейчас не буду показать. Дальше канва. Вот так вот прикольно закреплено. Я первый раз такое вижу. Видно? Нет? Убираем иголочку. Я специально, кстати, не убирала. Хотела вам показать себе в запасике. Убираем все. В запасике ушло. Нитки, конечно, очень яркие, очень классные. Вот такие ниточки. Вот. Такие классные нитусики. Нитусики. Их тут получается 26 цветов. 26 цветов и сколько-то блендов. Сейчас скажу, сколько блендов. Раз, два, три, четыре, пять. И пять блендов. У нас выполняется полный крест в две нити. Правый полукрест в одну нить. Правый полукрест в две нити. И бэкстич в одну и три ниточки. Блендов у нас получается в две нити. Один плюс один. Да. Все правильно. И, конечно, я буду менять канву. Это вообще отвратительно, если честно. Ее, мне кажется, можно только выкинуть. Честно. Даже не знаю, оставить или сразу выкинуть. Я не представляю. Но это вообще, это тряпка. Как правильно сказала Наташа. Кстати, это Наташа во всем виновата. Наташа, тебе привет. Вот буду заменять на какую-то. У нас еще Ксюля хочет выжить такой сюжет. Она хочет на Муранку заменить. А я, наверное, заменю на Беломерку, скорее всего. Вот какая-то неточечная. Неизвестно. Так вот. Все, наборчик вам показала. У меня еще хочу поделиться новостью. У меня пришли ножницы за Алиэкспресс. Они еще на почте. За 9 дней доставка. Доставка была бесплатной. Ножницы стоили 150 рублей. За 9 дней. Как так, я не знаю. Но ладно. Ну все. На этом все. Рокодельная неделя закончилась. Я вам желаю всего хорошего. Я надеюсь, что это лето вам запомнилось. Оно принесло много-много разных интересностей и разных сюрпризов. А с вами была Вика. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok